Фиксируем мы меморандумы, которым обозначены договоренности между общественными организациями, представителями политических организаций города и властью о тех намерениях и обязательствах, которые обязательно будут выполнены в проекте «Шахматный клуб» и «Спалахио». Эти позиции у нас оформлены из семи основных пунктов. Пункт первый. О том, что в первом квартале 2018 года мы, как городская власть, берем на себя обязательство разработать и вынести на сессию городского совета программу по развитию шахмат в городе Мариуполе в целом. Не только шахматного клуба, а и вообще распространение этого интеллектуального вида спорта всеместно по городу Мариуполе. Второй пункт об обеспечении потребности шахматного клуба, который давно не обновлял свой инвентарь, первым этапом как минимум на 50%, и мы берем на себя обязательство с тем, чтобы мы в первом полугодии отрабатываем привлечение дополнительных средств из донорских организаций или с привлечением областного финансирования. Если же мы не справимся с этим за первое полугодие, выносим на решение сессии о дополнительном выделении средств для стопроцентного покрытия потребностей шахмата. Сейчас оценочно у нас составлен протокол под необходимую потребность. Базово это составляет из себя 100 новых столов, часов, экран, проектор для того, чтобы туда было интересно и приходить заниматься детям и спортсменам. Общая ориентировочная стоимость инвестиций, общая 700 тысяч гривен на обновление этого инвентаря. Третий пункт о том, чтобы, и спасибо за это тоже общественности, о том, что все фиксируем этот пункт, о том, что никаких, мы должны на решение сессии вынести обязательства о том, что никаких элементов и вопросов об отчуждении каком-то в частной руке не может быть и речи, что накладывается на этот объект мораторий, что это невозможно сделать. И это решение должны будут принять депутаты на сессии городского совета. Четвертый пункт, откуда он появился. Пункт говорит о том, что если в городе будут появляться инициативные предприниматели с разными идеями по развитию и старту малого и среднего бизнеса, то они будут претендовать на особых условиях, на отдельных условиях, выгодных, на те объекты коммунальной собственности, которые есть в городе у нас. Благо их достаточное количество. Наверное, это тоже даст стимул для развития малого и среднего бизнеса. И такую программу городская власть обязуется вынести на утверждение на сессии городского совета в первом квартале 2018 года. Пункт номер пять о том, что городская власть обязуется выполнить обозначенные пункты, а общественные организации и политические фракции берут на себя контроль за выполнением всех этих пунктов обозначенных и также всячески поддерживают развитие шахматного спорта и IT-инфраструктуры в городе Мариуп. Два последних пункта, нет, обозначу уже последний пункт, о том, что мы, организация спалах, которая юридически оформляет договор аренды на обозначенную территорию шахматного клуба, приступает к ремонтным работам. И по завершению ремонтных работ они обязаны заключить договор, согласно обозначенному протоколу, на территорию шахматного клуба, чтобы мы всячески были защищены. Если вдруг они этого не делают, мы с ними расторгаем договор аренды, жмем друг другу руки и заканчиваем это. Мариуполь опять показывает беспрецедентные, на самом деле, в Украине примеры взаимодействия между властью, громадской структурой и оппозицией. Я очень рад, что пришли к общему концепту. Я очень рад, что спалах будет помогать. Тоже шахматы, город. И, конечно, надо внедрить в школу. Так как, допустим, в Японии, в Западной Европе, раз мы еще стремимся к Европе, если мы поднимем шахматы в городе Мариуполе, это будет большой плюс, конечно, нам, что наши дети будут умнее, будут мыслить стратегически.